Диктатор моды Ну шо, добрий вечер, любі моі Я дуже щаслива, дуже щаслива бути знову з вами Як ви бачите, в мене трошки інший образ, нема коси Зато є гуля, так що я тепер Юля-гуля Я прошу вибачення, не можу встати, бо, як ви знаєте, я страждала за Україну Дуже вдячна всім тим, хто боровся за мою свободу І зараз хочу зробити заяву Я йду в президенти України Хоча ні, я їду в президенти України Ви знаєте, тепер все буде по-іншому У жодного чиновника не буде ніяких межегір' Скажу більше Я особисто поселюся в межегір'ї Та прослідкую, щоб нікого з них там не було Далі Дефолту не буде Ми будемо тримати курс гривні на позначці 12 Спочатку 12 за євро Потім 12 за долар Ну, а потім 12 і за гривню І головне Я глибоко переконана, що 25 травня остаточно буде вибрана президент України А зараз хочу надати слово прем'єр-міністру України Арсенію Петровичу Яценюку Синя, що це таке? Це моя фішка Ганьба Люди, ганьба 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 Ні Я з ганьбою жити не буду Якщо куля в ногу, то куля в ногу Я не зрозуміла, чого в ногу В лоб, больно просто Добре, кажуть Українці Я встречался с Бараком Обамой І він обіщав нам мільярд доларів І якщо ми зробимо гривну Курс Це 20 Це буде примерно 2 мільярда доларів Я не обіщаю, що покращення наступить завтра Не обіщаю і послезавтра І навіть після-послезавтра Покращення не наступить І це я вам обіщаю Тепер, що касається Крыма На самом деле, ми давно готові дати відпор Росії в Крыму Сейчас начнется курортний сезон І заговорить наше главное оружие Несвежі креветки Пахлава І полная антисанітарія Для того, щоб остановити економічний кризис в Україні Нам необхідно 15 мільярдів доларів Я слетал в Америку Один мільярд у нас вже є Таким образом Через 14 полетів Ми остановимо економічний кризис Дякую А зараз я хочу надати слово Дуже сильній Та поважній людині Великому боксеру І так себе політику Віталію Клічко Доброго вечора Віталік Ну ладно, нога, а що з рукой? Она отсохла Як? За Україну О Боже Да Це именно та рука, яка я тоді поздоровався з Януковичем Она отсохла Класно придумав Привет, кстати Дорогі друзі, українці Я Віталік Клічко Сначала Решил идти на выборы президента Украины Но потом передумав У меня просто нет коляски Поэтому я решил остаться лидером своей партии Которую я переименовал Да Теперь она будет называться так Клічко Мухаммед Али Ярославич Ярославич Я лично сегодня звонил Владимиру Путину И он мне сказал Помогите Героя Неслава У меня лично все Добре Ну що ж А зараз хочу запросити на цю сцену Юрия Віталіча Лоценка Всем добрый вечер А я не понял А что это такое У меня печень В смысле? Баулыть за Україну Шановні друзі Зараз в Україні Така ситуація Як то кажуть Без пол-литра Не разобраться Так вот Я очень тщательно Во всем разобрался И нашел ответы На все вопросы И решение всех проблем Но Кода проснулся Не смог ничего вспомнить І це дуже жаль Как бабочка Шо как бабочка Ну жаль Как бабочка Порхай как пчела Хватит досок І на останок Зустрічайте Віктор Федорович Янукович За ночь Аккуратней Дорогие Украинцы Россияне Ну в смысле Украинцы Я умер за вас Но я живой Я президент Темной лиги Шо? А в смысле Я президент Лиги Темной А я легитимный Президент В Украине Кошмар К власти Дорвались Неофашисты Антисемиты Та вы шо? А Коломойский? Спасибо Чуть не забыл В Украине Кошмар К власти Дорвались Неофашисты Антисемиты И Коломойский Вы знаете Многие Спрашивают Меня Как я Умудрился За одну ночь Вывести Столько Ценностей Картин Золото Из Межигорья Да Я отвечу А вы знаете Что Муравей Может Переносить На себе Вес В 20 раз Превышающий Собственное Слушайте Вы же Вывезли С краины Все гроши Это неправда Юлия Владимировна Это чистая ложь Я оставил В Украине Весь Золотобатонный Запас Вы знаете Я дальновидный Человек Я знал Что мою Семью Будут Преследовать Поэтому Последние 10 лет Не жил С женой Так Только Вы бежали Из страны Я не бежал Меня предали И всю Ответственность За предательство Я возлагаю На партию Регионов И ее Ближайшее Окружение Поэтому Официально Заявляю Что Во-первых Я выхожу Из партии Регионов А во-вторых Я решил Сложить Все полномочия Отца Саши Витя Януковича Я как гарант Не могу Допустить Развала Своей семьи Я правда Не знаю Как я это Буду делать Но буду Очень интересно А по Межигорье Что По поводу Межигорье Вы знаете Честно Когда в Межигорье Разрешили Свободный Доступ Начали Вводить Эти экскурсии Да Я решил Сходить Ради интереса Вы знаете Это кошмар Ужас Золото Драгоценности Этот стиль Бакако И все это На народные деньги Кошмар Вы знаете Сейчас я Хочу Немножко В туалет Я правда Не знаю Как я это Буду делать Сейчас Виктор Федорович Закинчуйте А да И в конце Хотел бы Обратиться Не к олигархам Не к бизнесменам А к обычному Люду Люда Не переживай Все будет хорошо Восток Украины Я с вами Запад Украины Фиг с вами Я не разобрался Как воно Працюет Ну слава богу Ну что ж Люди мои Нарешті Сбулася Давняя мрія народу Мы с вами Всі Разом Ага И все сидим Очень весело Все 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 Добрый вечер Друзья Как вы наверное Догадались Ваши старые Знакомые Да Вы Не удивляйтесь Что мы в таких Костюмах Мы просто На входе С берку Там фоткались Да Я Вован Это Жека Кучерявый Я только Щас понял Почему у тебя Клич Кучерявый Извини Брат Молчи Лысый Ну и по традиции По поводу Происходящего В стране Наш Политический Гамста Рэп Поехали Все Началось С того Что студентикам Захотелось В ЕС Но тут Азаров Со своими Пятью Копейками Влез Би шо Там же Лигали Зевали Однополые Брики Ребята Побейтесь Бога Поберегите Срики Какая Европа Как меж нас Геем Дружить Сказал И уехал В Австрию Жить Главный вещает Шар Ребята Если арбузов На грядке Наша капуста Будет в полном порядке Поверьте Арбузов Он умный пацан Подожди Я не понял У нас банковая Или баштан Короче Люди стоят На морозе Власть На полном морозе Потихоньку Людишек В лесок Увозят Сеня Разозлился Сказал Я не пожалею Зеленки Или куля в лоб Или морда в зеленке Тогда главный Предложил Сене Премьерство Боксера послал Гуманитарное место Тут Олешка спросил А шо тягни боку Да подожди Не кричи Постой пока сбоку И пока Они теплые места Елозили Петя сладкий В обидку Алё Я шо зря стоял На бульдозере Учтите и меня Как-то в вашем контракте Нема пытань Поставим памятник Ты и трактор В общем Революция По накатанной схеме идет Луцик бухает Руслана орет От Юли Малява Вступаем в ЕС Допкин кричит Ну тогда всем вам кернес Доллар растет Гривна падает вниз Короче ребята Все зашибись Протестующих травят газом Врачи дают аспирин Вместо рвотного Говорят смотреть Интер и УТ-1 Предложили поменять 2004-ю конституцию На 2010-ю проституцию А если кто хочет понять За что стоял Майдан Прослушайте новый гимн Для нашей власти Еду в Магадан Магадан Еду в Магадан Вот так и осталась От партии регионов Лишь маленькая кучка Но их лидер поднялся Собрался и сломал В Ростове ручку И в этот момент В нашу песню вступает Незаконно избранный президент Федорович, говори Трудно сегодня Подобрать слова Да вам это трудно Сделать всегда Тут все волнуются Спрашивают, как вы там? Я живой Блин, вряд ли кто-то Обрадуется новости такой Пять лет обещали Но что-то не срослось Хотели по-чуть и кожному Не удалось А про страну что сказали? Украина наш стратегический партнер Да, такое могли сморозить Только вы, ну и еще один там боксер Вы сказали Обама Американский урюк Это Такой Политический трюк Вы политик? Да знаем мы вашу историю Вы же два раза были Как бы это помягче На закрытой территории Скажите Есть для вас что-то страшнее Чем новый срок? Ярошь Поруби Тягни болт И еще и Тимошенко вышла Хотя Сеня ждал ее не раньше июля Пришлось кричать Юля! Юля! Говорят вы пили водку с Путиным и с Алиной За шо вы пили? За вторжением в Украину А если бы вас после этого на родину вернули? Я поклонился бы каждому Да вас бы и так нагнули И опять бы свалили свои золотые батоны зажав Вы шо ответите? Я никуда не бежал Да? А как тогда вы в Ростове оказались вдруг? Здесь проживает мой старый друг Я знаю одно место, у вас много друзей там Да, да, я понял Еду в Магадан Давай, пацаны, давай, давай Давай, пацаны, давай, мать Еду в Магадан Пока в Раде тужились и что-то громко рожали Путин с пацанами без мыла в Крым Влезли и тихо отжали У них из оружия валыны, гранатометы, автоматы У наших флаг в руки, ну и трехэтажная мата На действия Путина наша бывшая оппозиция заняла свою четкую коленно-локтевую позицию Меркель брусует с санкциями, говорит, давай с Крыма топай В итоге напугали российских друзей голой Европой И вот в разгар этой глобальной международной крызы Некоторым особо важным россиянам отменили визы Гривна сжимается к доллару, все уже и уже Сильно? Помнишь, купались в проруби? Ага Вот она еще хуже Дальше в Кремле Поляна, Путин вещает, зал аплодирует стоя В общем, отстой, как во времена застоя Дали Крыму погоняло, субъект Российской Федерации Короче, провели в Украине географическую констрацию Респект и уважуха Поздравляем крымчан! Ваши дети теперь пойдут служить В общем, ждем нормальных выборов нового президента Неважно сколько за, лишь бы не 97% А если снова будет Дерибан, то будет опять Майдан И вся эта политическая шобла поедет Магадан Магадан Йоу! Студия Квартал 95 Ваши аплодисменты Добрый вечер! Спасибо! Спасибо большое! Вы знаете Да мне, ребята, показывают Возьми, мол, монолог Я, знаете, я подумал, что сегодня такой день Такой час от души Прямо говорить без бумажек Ну, нормально Ну, так по-человечески Друг друга понять Вы знаете Совсем недавно Посмотрели мы в Квартале Ну, как Родилась мысль следующая Посмотрели, значит, в Квартале Выступление Путина в колонном зале Ну, так, все без пафоса там, конечно Не так, как у Пшонки, скромнее Да, и там Владимир Владимирович, знаешь, сказал такую фразу Вот она запомнилась Легла в душу, прям запала Киев Мать Городов русских Мать Твою Городов русских И поэтому у меня сейчас вопрос К россиянам Детки Детоньки Бэнаши А шо ж тогда вы про мамку В новостях всякие гадости рассказывали Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй Про мамочку родную Говорите, шо она без вас деточек Не проживёт По миру пойдёт Та она рада уже по миру пойти Только без вас И шо это нормальные дети Нормальные дети хотят жить без мамы Нет, вам надо у нас в квартире Ещё и комнату отжали недавно С видом на море А мамка Независимая, понятно Мамка, может быть, себе ухажёра нашла Европейца Богатого А вы хотите, чтобы с вами и с ним не такая мамка Она не гулящая Она верная Пойдёт с тем, у кого денег больше Потому что мамка умная И потом хватит травить мамку Ясно? Ты тоже доченька, Россиюшка Как с Путиным жила Мамка слова не сказала Хотя надо было Потом за Диму замуж вышла А продолжала с Путиным жить Мама молчок Ясно? А тут на тебе, боже мой А мамка к тебе со всей душой Мамка тебе и молочко, и конфеты Ты нос воротишь Мамка Некрасиво А мамке Тебе ничего не надо Только тепло Газ Дешёвый Не надо дорогой Мама непривередливая А главное, мамка сама виновата Говорит, доча Мамка сама виновата Такой договор подписала Просто вопрос А кто с мамой договора подписывал? Вообще-то Это же мама Да И потом Значит Здоровая стала такая Территория больше всех Ты, да ты Да А корабли Кроме как у мамы поставить не А у мамки Вот этого добра, между прочим За двадцать с лишним лет Ничего не пропало Это правда В первые два года, как всё пропало После этого не пропадало Да Некрасиво так с мамкой Да Тепло мамочке отключили Говорит, мама, ты воруешь Что ж это за дети такие? Лучше вообще не рожать таких И так уже от души хочется сказать Как мамка деткам Хватит трахать свою маму Но тем не менее, вы знаете Хочется всё-таки Чего-то положительного О любви Мы уверены в квартале Что Наступит такой момент Мы все вместе Мама, дети Все подрастут Поумнеют Все сядут За один стол И все вместе Будем Пить чай На летней террасе На маминой Летней террасе Мы начинаем Добро пожаловать Вечерний квартал Поехали Каждый вечер Вечер наступает вдруг Если делать нечего Тебе, мой друг Я же ты от жизни От своей устал Может быть, загляешь Наш вечерний квартал Здесь сияют витрины И горят фонари Здесь сигналят машины От зари до зари Здесь красотки танцуют Здесь всегда полный зал Здесь девчонки целуют Даже если устал Здесь всегда зажигает Наш вечерний квартал Наш вечерний квартал Еще раз добрый вечер Здрасте Ну что, друзья, мы продолжаем Сейчас что в Украине Что во всем мире Все настолько политизировано Что о политике говорят Практически на всех телеканалах Даже на телеканале Discovery Итак, у нас выпуск Политических новостей На телеканале Discovery Внимание на экран На днях Было обнародовано На видео Как лидеры оппозиции Встречали Юлию Тимошенко После освобождения Эффектное появление Красиво А в интернете Появилось видео Украинской подводной лодки Запорожье За полчаса до штурма Кингстоны продули Чуть-чуть На очередной пресс-конференции Виктор Янукович Вновь призвал Россию Ввести войска в Украину А зараз я хотел бы сказать Welcome in Ukraine Welcome in Kyiv Ну так Плохое приглашение Да Ну а продолжим Самопровалсглашенный Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов Заявил, что знает Что делать, если Украина Отключит питьевую воду Вода Вода Решение Так и будет Украинская армия Готова в любую секунду Нанести сокрушительный удар По оккупантам Ну подлодка есть Ну да Отвлечемся от политики Немножко Ученые доказали, что Реинкарнация все-таки существует Ну доказали и доказали Да, слава богу И наконец в интернете Появилось видео, как Виктор Янукович С сыновьями бежал из страны Вот такое на политические Дискавери Смотрите Дискавери Не забывайте улыбаться Поехали дальше Итак, чтобы как-то разнообразить свою интимную жизнь 40-летний Антон решил попробовать секс вдвоем Молодец А чтобы разнообразить личную жизнь семейной пары В начале отношений достаточно пары поцелуев Потом пары интересных костюмов И в конце концов просто другой пары Смотрим Лена! У меня такой подарок Это сюрприз Угадай Это все для тебя Это пара Золотых сережек? Нет Дорого Шучу, шучу Это пара Итальянских стопок? Дешево Нет Это другая пара Боже мой Вова, ты с ума сошел Пожалуйста, спокойно Алину, спокойно, спокойно Я их нашел в интернете, они чистые По объявлению, чисто Ленуся Это эксперимент Спокойно, спокойно, дорогая Я понимаю, это волнительно Мне самому не хочется Но очень хочется Понимаешь? Я объясню Ну это, знаешь, как ты говорила Для поддержки теплоты наших отношений Нет, Вова, я говорила, что Все нужно попробовать Надо попробовать, Леночка Все будет хорошо Ну подожди Ты что, собираешься прикасаться к другой женщине? Да Я буду делать это с отвращением Честно, да Я на ее месте буду представить только тебя, богиня Да ну я не знаю Один раз попробуем Они сейчас придут к нам Да вообще, это супер Попробуем один разок, пожалуйста, Леночка Один разок, ты сейчас увидишь Сейчас они должны постучать в дверь О, это они спокойно видели себя, спокойно Сейчас О, you touched my ta-la-la Сейчас Ммм, my ding-ding-dong Здравствуйте Я по объявлению Сергей Очень приятно, здравствуйте Спасибо, господи Блин Вова Вова, я тебя люблю, ты молодец Началось Я уже представляю, какая она, если он такой Слушай, я даже его уже хочу О чем ты, по-моему, я сам его хочу Посмотри, я нормально выгляжу? Ну, по сравнению с ним мы оба хреново выглядим Ну что, я вот сейчас подумала А может, прямо сейчас о следующем разе договоримся, а? Нет Не спеши Ну, ты знаешь, как это обманчиво Да Да, обычно, когда мужчина так красив, он тупой, как пробка Да? Владимир Елена Очень приятно, что в нашей социальной простойке присутствуют люди, которые разделяют принципы полигамного общества Очень приятно Сука Ну, сейчас она появится Да, вот и моя жена О Здравствуйте За что, господи? Очень приятно, меня зовут Женя Да вы что Это еще как-то зовут Я прошу прощения, мне кажется, произошла ошибка Это не обмен, это обман какой-то, нам не надо А что-то не так, любимый? Я сомневаюсь, что это женщина Но, Вовочка, ты же сам хотел в жизни попробовать все Ну, не все, все, все Оно страшное, Лена Вова, но ты же будешь думать только обо мне Да? Леночка Да, да, конечно Пойдемте Я проживаю Руки убери Слышишь, да я тебя сейчас Не, 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 стоп, стоп Мы договаривались, что вы ее Вовочка, ну, в общем, мы пошли Я, Сережа, хотите, я вам нашу квартиру покажу? Больше мы должны Пойдем Ух ты Мы вышли из бухты Пойдем Как друг океан Ну что? Может быть, давайте разделимся? Давайте без угроз Кошмар Да не, лучше так Что вы делаете, позвольте спросить? Я делаю вам пластическую операцию Интересно Так не прет, а? Слышь ты Шпакли свои подняла Нейтроллибус Толлибус Это не места для инвалидов Да? Два А я, между прочим, кое-что почувствовала Ни хрена ты не почувствовала Это был телефон Да, я шо, вы мне нравились как женщина, я не понимаю? Да ты мне и как мужчина не очень Ну, хорошо Давайте, я не знаю, развлекайте меня, угощайте Предложите что-нибудь Что ж тебе предложить, да, твою мать? Да, хотите чай, кофе, уйти? Хорошо, давайте сразу к делу Нема пытань, пошла нахрен Вова? Да? Слушай, а где у нас там была бутылочка вина припасена для особого случая? Лена, это для особого случая Он настал, Вова, он настал Лена! Прошу Кошмар Вы знаете, Владивир, мы с мужем часто меняемся партнерами Его-то я понимаю Да, а все потому, что я в постели ураган Ух! Я понял То есть, когда вы приближаетесь В городе объявляют тревогу, да? И люди покидают город Давайте я расскажу немножко о себе Вы знаете, моя мама хотела девочку А папа хотел мальчика. Я рад, что у них обоих желание осуществилось. Да, так вот, в старших классах школы, как это обычно бывает, я завела себе страшненькую подружку. Вы ничего не перепутали? Вы завели или вас? Я. Я, да. Мы были две мировые подружки. О, я понял, теперь наконец-то. Она первая мировая, да? А вы вторая такая, серьезная. Вова, слушай, а где у нас там ванная включается? Это красивая неоновая подсветка и бульбашки. У нас нету бульбашек. Как нету? Ты же меня включал. Так получилось. Я не совсем включал. Это был такой фокус. Так. Вон, где мы не будем припосторонних, Леночка. Бульбашек не будет идей. Ладно, бульбашек не будет. Вам удачи. Спасибо. Все вы спрятались, Владимир. А что? Может, конечно, по мне не видно, но внутри я вся горю. Я понял. Тут от вас пахнуло гарью. Зря вы так. У меня в жизни было столько мужчин, что пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать. Пожалуйста. У вас еще и не все пальцы, да? Не понимаю. Вы что, даже не хотите меня шлепнуть? Это кошмар. Я хотел бы вас шлепнуть, но по носу или в лоб. Впереди, как вы это сделаете, я открою вам маленький интимный секрет. У меня на левой груди профиль Сталина. Это честно. Вы знаете, я считаю, что это справедливое наказание для кровавого тирана. Вовочка, ну что, как у вас дела? На каком вы этапе? На этапе нет и никогда. У меня один вопрос. Сейчас, извините. Я прошу прощения, Лена, я не могу понять, как такой симпатичный человек, мух, иметь отношение с этим чудилой. Какое совпадение. Только что Сережа, у меня то же самое о тебе спрашивала. Секунду. Вопрос к вам. Сергей, мы же взрослые мужчины. Оба... Нет, вы красавец, я так. Вопрос. Давайте так, договоримся. Бизнес. Я даю вам штуку. Вы забираете это барахло и уходите. Значит так, давайте так. Я вам даю 10 тысяч, и мы остаемся. Сука, он еще и богатый. Давайте так, я даю вам 20 штук, и вы забираете это ничтожество и валите. Хорошо. Женя, мы уходим. Может быть, я, конечно, чудила, барахло и ничтожество, но свои 20 штук в день имею. Давайте. Ну что, мы продолжим. Итак, давайте перенесемся в недалекое прошлое. А вот как недалекое. Совсем недалекое. Во времена Майдана и Антимайдана. Как всем известно, на Майдан люди приходили по собственному желанию. В отличие от Антимайдана. Там проходил небольшой кастинг. Итак, представьте, первая психиатрическая больница города Киев за два дня до Антимайдана. Иван Степанович. Здравствуйте, Петр Иванович. Добрый день. Я снова к вам. Ага. Сверху поступило распоряжение обеспечить явку людей на Антимайдан. От вашей больницы нужен активист. Активист? Да. Ну, из активных-то у нас только Володька. Володька, иди сюда. Володька. О, какой активный прям, да? Бежит, спотакается. Иди сюда. Здравствуй, хозяин. Привет, Володь. Вот, смотри, знакомься. О-о-о-о. Что ты такой, что ты ржешь? Капитан Беркута Петухов. Решил меня запутать, да? Что? Так ты в итоге кто? Капитан Беркута или Капитан Петухов? Володька, Петр Иванович, извините. А, Володька, ты что, не помнишь этого дяденьку? Нет. Это же Петр Иванович. Петр Иванович. Да, ну помнишь, он приходил агитировать тебя за партию регионов? Вот. А-а-а. А сейчас мы приглашаем тебя поучаствовать в нашем Антимайдане. А сейчас так. Да? Дебила нашел, да? Я после прошлого раза еле репутацию восстановил. Тут, среди коллег. Я тебя умоляю. Какая там репутация? Сходишь на Майдан, на митинг, ничего с тобой не случится. Да? Да. А кто там еще, кроме меня будет? А, кто там еще будет? Ну, много уважаемых людей. Я просто всех не помню. Ну как же, а Добкин? Добкин, да. А Кернес? Да. А Чечетов? Да. А кто такой Ачечетов? Да не Ачечетов. А Чечетов. Да я не дебил. Два раза не надо повторять. Не Ачечетов, Ачечетов. Я понял. А можно я Ачечетову ручку пожму? Да ты соображаешь вообще? Ты понимаешь, кто он, а кто ты? Не, я-то соображаю, но он-то не понимает ничего. Так, Володенька, давай без самодеятельности. Хорошо. Ходишь на митинг, постоишь там и все. Да, а почему я? Да, зачем, кстати? Володя, вот смотри, Виктор Янукович сказал, в это тревожное время судьба Родины зависит от активной гражданской позиции каждого субъекта украинского общества. Ммм, конечно. Он так никогда не говорил. Он так не умеет разговаривать, успокойся. Так, Володенька, слышай свою задачу. Да. Ты должен пойти на Майдан. Да. Там ходить и всем рассказывать, что наш президент хороший человек. Да, да, а кто поверит? Обычные люди, такие как ты. Да. Не, ну такие как я, может, и поверят. Но обычные вряд ли. Поверят. Поверят? Поверят. Главное погромче кричать и поверят. А что кричать хозяин? Вот, Володя, самое главное. Вы задействующую власть. Да. Виктор Янукович избран законно на основании демократических выборов. Партнерские отношения с Россией для вас в приоритете. Я все это не запомнил. Можно я лучше пойду туда, где кричать героям слава? Не, 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 не надо кричать героям слава. Тогда я буду кричать банду геть. Да нет же. Нет, надо наоборот. Понял, наоборот. Банду не геть, банду оставить. Банда красавцы, банда молодцы. Володя, будешь стоять, молчать и махать. Ага, я понял. А махать своим или вы мне что-то дадите? Флагом будешь махать. Понял. Буду махать флагом и своим. А вы мне каску дадите? Какую каску? С мяском, я люблю с мяском кушать каску. Не нужна тебе каска. Понял, тогда дайте мне друшлаг. Зачем? Буду протестовать. Надоела власть, надоели макароны. Вот, Володенька, пойдешь на антимайдан, поддержишь власть и власть отменит макароны. Да? Да. Тогда я требую, чтобы власть отменила уколы в попу, дождь и санитара Сундукова. О, разогнался. А что, я думал, вы дебильные законы пачками принимаете. Так, попрошу, попрошу. Володя, смотри. Да. У них майдан, у нас антимайдан. Ага. У них пикет, у нас антипикет. Понимаешь? Да, я понял. У них биотики, у нас антибиотики. У них квариат, у нас антиквариат. У них лопа, у нас антилопа. Да. Ну хорошо, пусть будет так. Так что, согласен, пойдешь? Не пойду. Почему? Я разделяю европейские ценности. Какие ты, идиот, можешь европейские ценности разделять? Аккуратно, дядя, ясно? Дядя. Вы видели, как в Европе дяди с тетями ходят по улице с собачками? Какашки за собачками собирают в пакеты. Вот, у тебя нет собачки? Нет. А европейских ценностей я уже два пакета насобирал. Так, Романович, я понял. Володенька, смотри. Хочешь, будешь вместо арбуза? Это кто? Ну, арбузов на Грушевского. Арбузов на Грушевского? У вас там что, фруктовая война? Володя. Да. Пойми, у нашего президента очень тяжелые времена. Да. Одна надежда только на тебя. Да. Ну, если надежда только на меня, то времена у него действительно тяжелые. Ну вот, вот. Пойдешь, поможешь ему? Да. Договорились, да? Договорились, завтра иду на петинг. На митинг. Тогда не договорились. Ну что ж такое? Слушай, дебил. Та-да. Завтра идешь на Грушевского. Знаешь где это? Конечно, я там на шиномонтажке подрабатывал. Колеса менял? Да. Когда одни догорали, я другие подкидывал. Так может, ты еще и коктейли Молотова в Беркут бросал? Этого не было, не было, не было, честно. Я там стоял в очереди за горючим. Так. Очередь большая была. Я понял. Я стал с пустой бутылочкой и захотел писать. Короче, в Беркут полетел не коктейль Молотова, а коктейль Володьки. Какой коктейль Володьки? Он не взрывается, он брызгается и все. Ах ты провокатор! Провокатор! Так, кстати, что делать, если меня поймают провокаторы? Ты не переживай. Я доложу пшонке и тебя отпустят. Ага, все. Да. Ты меня вообще за дебила держишь? Что такое? У меня на обед была сегодня пшонка. Я сам могу ее доложить в тарелочку, ясно? Хорошо, хорошо. А будешь ты меня орать? Тише. Я на вас буду жаловаться сардельком. У-у-у, не надо. Сардельком это серьезно. Слушайте, Петр Иванович, давайте просто видеообращение запишем и все. Володьки, иди сюда. Вон, видишь камера. Вон, видишь камера. Камеру визу. Да. Поблагодари власть. Поблагодарить власть, да. И все. Хорошо. А можно и в стихах? Ну давай, отлично, в стихах давай. У меня поэма. Давай. Давай. Спасибо жителям Донбасса. За президента. Какое-то что-то, 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 ты что, с ума сошел или что? Что не все? Петр Иванович, извините, я вас прошу, это... Это сейчас... Не переживайте. Что? Я все понимаю, я умный, я в конце переделал. А-а-а. Ты точно переделал? Конечно. Петр Иванович, он переделал в конце, да? Ну давай. Можно? Включите камеру, давайте. Спасибо жителям Донбасса. За президента. А нет, не переделал. Да выключите камеру свою, господи. Иди сюда. Юрий Грабовц, Владимир Зеленский и Юрий Горяченко. Мы будем вместе. Пока я не буду играть, запомнился всегда на первом месте. Спасибо большое. Мы продолжаем новость. Недавно бойцы самообороны с очередным визитом посетили очередную дачу Медведчука. Хозяина не застали, но зато оставили на даче пламенный привет. Новости нашего квартала. Поехали. Новости, новости. Наразную тематику про грязную политику. О сексе-акробатику. А также про эротику и прочую экзотику. Про бизнес и про готику. Про салы и наркотики. Новости культуры. Про гольфы и баскетбол. И с прокуратурой. И, конечно, про футбол. Про тость про пассивную. Про рогатую скотину в равновейшую машину. И про виду Украину. Новости оттуда. Новости отсюда. Новости оттуда. Часто, 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 часто. О дупости, толковости, болезни и здоровости. Вы хотели новости. Сберайте ваши новости. Десять секунд до эфира. Ведущие, пошли. Пошли, пошли, пошли. Чего? Привет. Привет, Лен. Слушай, а кто тебя на Лексусе подвез сейчас? Только что? Угу. Да так, Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. Ага. Это Геннадий Иванович. Он кто тебе, дедушка? Стёп, вообще-то Геннадий Иванович мой новый молодой человек. Я видел его, Лен. Когда он молодым был, я ещё не родился. Слушай, Стёп, прекрати, пожалуйста. У нас вообще-то отношения. Имей уважение. Хорошо? Всё серьёзно. Да, всё серьёзно. А то отжать хочешь. Стёпа, я прошу тебя. Ребята, вы в эфире. Да, извините. Добрый вечер, друзья. В эфире новости. И сразу сенсационное сообщение. Вчера в Луганской области на раскопках были найдены наконечники стрел, глиняные счёты. И свидетельство о рождении Геннадия Ивановича. После съёмок он даст тебе по голове, понял? Угу. Чем? Слуховым аппаратом? Стёпа. Извините. Да, продолжим. Вчера министр иностранных дел Украины посетил Стамбул. А, не. Геннадий Иванович так не поймёт вообще. Надо так. Вчера министр иностранных дел Украины посетил Константинополь. Смешно, да? Если хочешь знать, мой Гена очень начитанный. Я не сомневаюсь, конечно. А он наверняка учился в одном классе с Владимиром Сосюрой. Слушай, ты можешь просто читать новости? Вот и читай. Продолжим. Первого мая правительство обещает поднять пенсии. Твой-то, наверное, радуется сейчас. Стёпа. Всё, извини. Продолжим. На прошлой неделе были найдены останки древнего человека. И найдены они в постели ведущей новостей. Тут совпало просто. Если хочешь знать, мой Гена в самом расцвете сил. Он каждое утро обливается холодной водой, ходит в спортзал и два раза в бассейн. А чё, два? Забывает, что один раз уже был? Слушай, хватит, пожалуйста. Извините. Извините. Продолжим. Учёные установили, что вероятность инфаркта уменьшается, если делать добрые дела. Да. Вот, например, Лена по несколько раз в день переводит дедушку через дорогу. Сегодня в Японии на 142-м году жизни скончался самый старый житель планеты. И со второго места на первое. Уверенной походкой перешёл кто бы вы думали. Стёпа. Нет, Гена. Поздравляем, Геннадий Иванович. И о погоде, друзья. Завтра по всей территории Украины ожидаются дожди. Да, Лене можно верить, ведь у её молодого человека перед дождём всегда ломит суставы и скачет давление. В Киеве плюс 8, в Москве плюс 9, в Париже солнечно. Кстати, мы на выходных с Геной летим в Париж. У нас пересадка в Москве. Класс. Пересадка чего, печени или почек? Я тебя сейчас убью, понял? До новых встреч, зрители. До новых встреч. До свидания. Я тебя сейчас убью, а Геннадий? Я покажу. Спасибо, друзья, мы продолжим. Как вы все знаете, Виктор Федорович Янукович дал вторую пресс-конференцию в Ростове. Ну, чтобы объяснить людям, что он имел в виду на первой. Итак, за пять минут до пресс-конференции. Ростов. Пойдемте, проходите. Проходите, Виктор Федорович. Думаете, нужно? Нужно, нужно. Обязательно. У меня только к вам огромная просьба. Что такое? Давайте будем идти строго по тексту. Так. Потому что третью пресс-конференцию я не выдержу. Виктор Федорович, вы не переживайте. Я не переживаю. Держите. У вас в ухе будет наушник. Держите. Вставляйте себе. В ухо? В ухо, да. Глубоко? Да, нормально. Если вы вдруг там что-то забудете, мы вам подскажем сразу туда. Вы просто подайте какой-нибудь незаметный знак. Что-то сделать незаметный. Сигнал какой-нибудь. Танец какой-то, может быть. Нет, это не пойдет. Не пойдет, а что? Да, не знаю. Так, господи. Вот, держите ручку. Вот, просто сломайте ручку, как будто случайно. Просто ломануть ручку. Все, готовы? Нет, один вопрос. Что такое? Если жест будет, ну, незаметный, как вы его заметите? Мы заметим, мы будем за вами следить. Я понял. Все, можем начинать? Ну, конечно. Ну, с Богом, давайте. Давайте. Один, два. Раз, раз, раз. Слышно? Раз, раз. Я слышу. Раз, раз. Я все слышу. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем пресс-конференцию президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Здравствуйте, Виктор Федорович. Добрый вечер, дорогие россияне. И... И все. Виктор Федорович, какова цель сегодняшней пресс-конференции? Ну, вы знаете, все прекрасно понимают, что цель сегодняшней пресс-конференции предельно ясна. У вас, случайно, не будут ручки? Ну, конечно. Почему бы и нет? Вот, держите. Спасибо огромное. Спасибо. Вы знаете, специально сегодня я собрал вас всех, чтобы наконец-то поставить все точки над «а так же». А какая разница, «и» или «а так же». А, чтобы поставить все точки над «и». Вот и хорошо, Виктор Федорович, поскольку вопросов накопилось очень много. Одну секунду. Много вопросов? Много вопросов. Ну что ж, давайте задавайте вашего вопроса. А, давайте начнем пресс-конференцию. Вот, пожалуйста, вы. Здравствуйте. Газета с ограниченным тиражом «Енакиевский сострадали». Добрый день. Виктор Федорович, скажите, как вам удалось добраться в Ростов? Хороший вопрос. Спасибо большое. Вы знаете, мне помогли патриотично настроенные офицеры. А как именно они вам помогли? Хотя нет, вы знаете, вопрос настолько прост, что я, пожалуй, отвечу сам. Знаете, патриотично настроенные офицеры посадили меня в патриотично настроенный поезд, в котором я, ну что, слушал патриотично настроенное радио, попивая патриотично заваренный чай. Да не нужно говорить эту ерунду, просто ломайте ручки. Не нужно за нами это повторять. Виктор Федорович, спасибо. Спасибо. А мы продолжим. А можно следующий вопрос? Вот вы. Виктор Федорович, а чему вы будете повертаться на Украину? Здравствуйте. Вы не представились. Вибачьте, будь ласка. Львівська газета Януковича на вылет. Хороший вопрос. Я вам очень рад. Вы знаете, в моей стране меня начали преследовать. Меня даже хотели... Как бы это... Да ладно. Что, серьезно? А, первая буква лю. Меня даже хотели люстрировать. 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 Мы понимаем, Виктор Федорович, а вы знаете значение слова «люстрация»? Я? Конечно. Спасибо. Люстрация. От греческого «люстрация». Процесс очищения младенца путем жертвоприношения в Древней Греции или Древнем Риме. Можно немножко помедленнее, да? В современное время это процесс регламентирования доступа государственным должностям для людей, имевших отношение к режимам, нарушившим права человека. Извините, Виктор Федорович, мне подсказывают, что у нас выключилась камера. А не могли бы вы повторить свой ответ? Да вы что, с ума сошли? Вы что, думаете, я ими рожаю, что ли? А, действительно. Давайте следующий вопрос. Вот вы. Здравствуйте. Газета «Однодневка» «Путин вор». Здравствуйте. Виктор Федорович, скажите, это правда, что вы хотели вступить в ЕС и при этом остаться в хороших отношениях с Россией? Вы знаете, это чистая правда. Я много усилий к этому приложил. Есть такая хорошая пословица. В этой пословице есть одно неприличное слово. Я его заменю, но я думаю, что вы поймете. Одной жопой на два стула не встанешь. По-моему, я не то слово заменил. Немножко да. Давайте продолжаем. Я смотрю, в приподнятом настроении. Я в замечательном. Замечательно. А может быть, расскажете анекдот какой-нибудь? Я? Да. Легко. Смешно. Не, не знал. А что же... Спасибо. Давайте продолжим. Много серьезных вопросов. Просто времени мало. С удовольствием, да. Самый честный медицинский журнал «Правда матка». Ну, давайте. Скажите, откуда у вас на швейцарском счету в банке 12 миллиардов долларов? Хороший вопрос. Вы знаете, я думаю, что многие знают, что я очень экономный человек. Ну, поэтому сейчас тоже сэкономлю. Вы знаете, эти деньги появились не сразу. Я их накопил. Все началось еще в детстве. Когда мама давала мне деньги на мороженое, я шел и клал их в швейцарский банк. И так вы накопили 12 миллиардов? Ну, конечно же, нет. Справедливо. У меня еще была бабушка. Вы знаете, она была очень добрая. На праздники могла дать рубль два, а иногда это полтора миллиона долларов. Замечательно, Виктор Федорович. Спасибо за ответ. Может быть, хотели бы вы обратиться к народу? Да, я очень хотел бы обратиться к народу. Тем более, что накопилось столько вопросов. Конечно, да. Ну, вы знаете, дорогие украинцы. Первое. Борщ. Что вы там ржете? Да вы что, с ума сошли? Можно немножко серьезней? Извините, пожалуйста. Второе. Какое жаркое. А. Жаркое время наступает в Украине. Поэтому я хотел бы ответить на последние, ну, судя по всему, два вопроса. А что же, друзья, задавайте, потому что времени мало. Вот вы. Виктор Федорович, скажите, что вы, как президент, хорошего сделали для своей страны? Вы знаете многое. Но, во-первых, Украина стала нашим стратегическим партнером. Чьим? Нашим. Но вы знаете, если вы так будете придираться, пускай все люди, которые считают, что я ничего не сделал для Украины, бросят в меня ручку. По-моему, вы увиливаете от ответа. Ничего я не увиливаю от ответа. Неплохая сегодня погодка, не правда ли? Действительно неплохая погода. Виктор Федорович, может быть, ответите на вопрос? Я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Но прежде я хотел бы пожать вам ручку. Какая она у вас крепкая. Может, я все-таки еще отвечу на этот вопрос? Что происходит? Давайте закончим. До новых встреч! Мы будем отсылать, но теперь же ручки, но теперь же ваши ручки. Давай поднимем ручки и будем отсылать. Не секрет, что в нашем шоу-бизнесе есть народные артисты Украины, о которых, в принципе, народ и не догадывается. Но сейчас на эту сцену выйдет коллектив, который официального звания народных артистов не имеет, но по праву может считаться народным. Встречайте, истинный патриот и народный коллектив. Тик у нас в гостях! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наберем мешок піску, візьмем приладдя, два балони газу і один брезент. Разом зробимо кастковий дирижабель, розфарбуємо його в яскравий цвет. Ла-ла-ла, на великим дирижаблі помаранчового цвета Ми весну застрінем разом света. О-о-о! На великим дирижаблі помаранчового цвета восьмок березня застрінем света. О-о-о! Приготуйся довго, будемо літати. Разом заспіваємо мільйом пісень. Я для тебе зроблю небо синьо-жовтим, щоб запам'ятаться цей чудовий день. Ла-ла-ла, на великим дирижаблі помаранчового цвета Ми весну застрінем разом света. О-о-о! На великим дирижаблі помаранчового цвета восьмок березня застрінем света. О-о-о! 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 Дякую вам! Игром аплодисмента И катится по щечке слеза Это не игра, это не кино Это вам не шашки и не домино Это не прикол, это не каприз Это просто значит будет номер на виз Прямо сейчас Виктор Викторович, сами понимаете кто В вечернем квартале Добрый вечер дорогие друзья, в эфире программа Первые лица страны И сегодня у нас в гостях Виктор Викторович Добрый вечер, здравствуйте Здравствуйте Вы кстати очень похоже разговариваете Серьезно? Я не знаю, поздоровайся с человеком Здравствуйте А это кто у вас? Это папа мне приставил помощника, чтобы я лишнее не взболтнул Я понял, а ну что ж, присаживайтесь Итак Спасибо Виктор Викторович А вы один из лидеров молодых регионов Да Расскажите об этом движении Значит мы молодые регионы Хотим обеспечить старость Старым регионам Не, ну они же молодость обеспечили Ну как-то так вообще Да, я понял А кто входит вообще в молодые регионы? Значит рассказываю В молодые регионы входят Молодые Врачи Молодые Учителя Молодые Ученые Молодые Пираты Молодые Сумасшедшие В общем все те, кто может составить смену партии региону Естественно Извините Виктор Викторович Говорят, вы решили развивать украинское кино Это правда? Мы Да Да Конечно Мы решили украинское кино Вы решили? Раздевать Да Снимать Конечно Мы молодые регионы будем снимать молодое украинское кино Конечно Ну спасибо вам от всей Украины за это Спасибо Да Ну вот видите Еще и кино Я имею ввиду огромная занятость Конечно Такая занятость Не влияет там Ну скажем На здоровье Вы знаете Тфу-тфу-тфу Слава Богу Со здоровьем все в порядке Да Действительно Тфу-тфу-тфу Но иногда Очень чешется глаз И кашель Знаете Достает Такой Очень сильный кашель Да Кашель такой Что пополам сгибает Доходит до эпилептических Слушайте Если я такой больной Может меня врачам покажут В чем дело Я не понимаю Ну такой На первый взгляд Банальный вопрос Скажите А за кого вы голосовали На президентских выборах Конечно За отца голосовал Да Два раза Да Подождите Нет много вообще зарабатываете если честно ну хотелось бы честно то немного а если не честно то много конечно за это хочу сказать большое спасибо папе естественно ну не а у кого у нас еще такие глаза что-то на меня спасибо паучку что ли спасибо крестик ушел из 5 в общем бокс не было большое спасибо мне конечно хочу сказать такое наблюдение вы внешне вот очень похожи на своего отца не замечал а вот по характеру вы все что говорят мы абсолютно разные люди мы ничего не похожи абсолютно хорошо а семейных традициях расскажите как вы отмечаете к примеру новогодние праздники как мы как все естественно до новогодний стол у нас есть до наряжаем цельного речну треугольник елку ну кто елку кто треугольник разносторонняя семья кашляем но наряжаем это я понимаю да это да под новый год просто извините а вот в детстве отец вас часто наказывал там не без этого не без иногда даже бил да вы что по голове да но правда пальцем не больно я понимаю а сейчас вы часто с отцом вот общаетесь там не вы знаете не часто он последнее время в разъездах вот примера вчера он был с официальным визитом в воде ну а я думаю что где он был на самом деле мы узнаем у него это не факт кстати а ясно виктор викторович оппозиции говорит что вы живете непосредством ответьте на это значит на все нападки на позиции оппозиции извините я хочу ответить значит плохому танцору это вы о чем сейчас мнение мне просто интересно как он это покажет а ну давайте о личной жизни поговорим вас пожалуйста недавно у вас родился сын да конечно да расскажите вот он похож на дедушку это несложный вопрос я сам справлюсь значит отвечает нет на дедушку он не похож он похож на маленького мальчика очень интересный ответ но кашляет как дедушка правда это семейная же говорю но я понимаю вы еще всем известно автолюбитель большой да да скажите у вас много машин то как слушайте у меня 10 машин 10 машин значит первая да это лексус лет но от него я хочу избавиться до ferrari в общем все продам все и куплю самолет самолет если в горле не будет першить то логичным тогда будет следующий вопрос правда ли что недавно вы купили на крещатике квартиру за миллион долларов я все понял кошмар это правда расскажите не правда мне не квартиру часы купил я да пиратские сумасшедшие часы часы пилот подачем дело я вас не извините пожалуйста я сейчас гостя вас виктор викторович я подождите я говорю достойно виктор викторович поехали дальше следующий номер посвящен событиям в украине в целом и в крыму в частности так как казаки письмо российскому пахану писали смотрим Наконец-то, кума! Да! Ой, сейчас пойдет! Давай тоже, давай это! А-а-а! Пищу-пищу! Шановный, Володя, Путин ты сын! Вы что, с ума сошли? А что, оскорбление? Конечно, Володя, это же москальское имя, вы что? А вы там смешите? Да нет, надо заменить на какие-то наши! Якое наше? Гнат! А хиба Гнат можно? Конечно! Ну, можно! Вы сами сказали, ладно! Шановный хиба Гнат! Вы что, с ума сошли? А что, все такое? Ничего! Вы пишите, а я буду диктовать! Давайте! Ну ладно, давайте! Ах ты поводир журавлений! Ветеринарный хиба Гнат! Ребята! Ребята! Я одна грамотная людина! И так! Лист до российской влады, до Путин и его одномандатников! Кома, а кто это такие одномандатники? Я не знаю, но, мабуть, очень верные человеки! И сразу нет! Не надо пошлить! Можно я напишу? Будь ласка! Так ось! Письмо до российской влады, до влады Крыму, до пана Аксонова и Константинова! А это кто такие? Члены федерации! А, ну, с первым словом я согласен! Не пошлить! Так ось! Если вы, товарищи, не выведете свои зеленые войска из Крыма, то мы через месяц выведем всех девчонок из Москвы! И тогда вы там уже через неделю один одного переедете! А что такое? Это же правда! Правда! Так нельзя писать! А как писать? Напишите, узаконите однополые браки! Слушайте, а можно просто написать, чтобы ты сдох? О, можно! Как это? Это грубо! Ну поставьте смайлик, будет не грубо! Можно я напишу? Будь ласка! Так ось! Да! Попережаемо! Что в нас есть ядерная оружие! Написали? Да! Зачеркнись! Почему? Потому что вы ошиблись, Кумы! У нас не ядерная оружие! А оружие, которое стреляет ядрами! Престаньте меня перебивать! Ясно, Кумы? Ясно! Я тут уже ошибся! Бачите, что я на этого Путіна! Псо, бачите, это слово! Тихо! Так это же очень грубо! Вы что? Ось! Надо это слово заменить! Чем? Наше слово, яке-то написано... Сало! О! А ну! Алло! Та не, сало, это не грубо будет! Я бы сам салом по лбу не отказался! Успокойся, батя! Не надо! Пиши дальше про Диму Кисельова, этого ведущего российского! Пишу, пишу, пишу! Пиши! Что он? В своих передачах! Так! Да! Постейно пи... Тихо! Что? Так нельзя! А как? Мы культурные люди! Так! Дезинформирование! Ну, хорошо! О, да! Да! И если он далее... Будет... Перекручивать факты... То ему придет дезинформирование! Нет! Получит дезинформирование! Точно! А это понятно! А что такое перекручивать факты? Ааа, как же вам объяснить, батя? А, понял! А, помните, в прошлом году... Угу! ...в садочку у вас? Ну, вы меня застукали с вашей женщиной! Голими! Ага! Это когда... ...змяя вас укусила туда... Да! ...а моя женщина... ...вам... ...житие спасла! Да! Ага! Так вот, ой, я... ...трошки факты перекрутив! Понял! Я вам не мешаю, не? Не, не, пожалуйста! Можно я закончу? Да, пожалуйста! Можно? Да! И на остаток! Ага! Аккуратно! Аккуратно, конечно! Политичная ситуация! Да! Значит... Володя! Аккуратно! Аккуратно! Володя, аккуратно! Поцелуйте меня... Аккуратно! Поцелуйте меня... ...в... ...полонину! О! А краще в дві полонини! І поміж ними... ...в самісіньку долину! О! Поетично! Поетично, да? А зараз, батя, знай... Так! Візьміть цього листа... Угу! Ідіть у поле... ...зніміть штани... ...і поставьте пічать! Що буде? Все! Ну, ви бачили його компостер? Там пічать на весь лист буде! Ви ставьте на... Кумы! Надо введение! Коми! Кумы! Казаки ліхі! Наші лучші казаки нашого квартала! Задурній, забавній, веселі репетички! Че і говорять! Далі, жалко! Далі, дад! Веселі! Согласна! Ну, ви знаєте, все це, конечно, було б весело, якщо б не було так грустно, тому що... Что не говори! А Крым жалко! Да ладно, Ленка, легче к этому нужно относиться! С какой-то, знаєш, с ірониєю! Согласен! Про сирониєю так про сирониєю! Степа! Ну, хватит! Не надо! Хватит муссувати цю тему! Ну, действительно! Знаєте, как говорят? Ребят, после драки кулаками не машут! Хотя, і во время драки ми не сильно-то махали! А вы знаєте, ребят, а я вот, я вот все равно, я уверена, що крымчане ще увидят, що з Україною було краще! Че вони там без света увидят? Стані на хвари! Не-не-не! Я, чесно кажучи, согласен, Саняки! Я вже вижив, а випуск новостей, я, значит, после присоединення к России похмелье у крымчан було особено сильным! Водички-то нету! Не-не-не надо! Хотя, согласитесь, в последнее время ми стали реже ездить отдыхать в Крым, предпочитая ему Турцию, Болгарию, Египет! Да, друзіям! Давайте чаще ездить в Одессу, в Николаев, в Мариуполь, ну, чтоб так, как с Крымом, не получилось! У мене вот только один вопрос остался! Вот нафига Крым Путину здался? Сдался? Да! Причем это вопрос не к Путину, а к Крыму! Нафига здался? Нашему любимому Крыму посвящается здрасте! Не отрекаюсь! Любя! Юрий Майор- Юрий Майор- Юрий Майор Юрий Майор- АПЛОДИСМЕНТЫ